Спасибо большое, Тарас. Мы, конечно, записываем все советы, особенно те, кто осенью делают ремонт. Ну а мы сегодня, 5 октября, поздравляем всех учителей с Днём Учителей. В нашей студии, конечно, мы не могли не позвать одного из представителей этой большой, важной профессии. И пока Юля аплодирует на все гости, я представлю Алия Андреева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии номер 18, учитель информатики. Все верно? Здравствуйте. С праздником вас! Спасибо большое. Спасибо. Давайте разбираться. Вот часто бывает, что дети идут по стопам родителей. Вот, например, у меня в семье есть педагоги, у меня тоже есть там в дипломе это слово преподаватели. Как в вашем случае было? Ну, для меня это оказалось неожиданностью, наверное, как и для моих родителей, скорее всего. Ну, получилось так, что в начале, когда я училась в школе, моими двумя любимыми предметами были иностранный язык и информатика. Ага. И тот факультет, который я выбрала, как раз-таки сочетал иностранный язык, информатику. Так что вы и учитель по иностранному языку обученному, да? Да, 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 да. Ну, на момент обучения в университете, естественно, не предполагала, что я буду преподавателем. А вот уже в дальнейшем, на пятом курсе, когда я попробовала, мне понравилось и меня затянуло. Ну, вот как здорово. А вот в детстве были какие-то предположения, на какую профессию вы пойдете? У родителей там, ну, вот вы станете врачом. Вот, кстати, как бы, да, заезженное-то не было, да. Да, врачом. Наверное, мы планировали, я хотела, но вот уже в десятых-одиннадцатых классах как-то меня больше потянуло к математическим дисциплинам, к информатике, к физике. Теперь, Алья, врач мысли школьных. Ух ты, Андрей, какая доза ты красивая. Красивая, красивая. Творческого. Сейчас, как бы, анализируя свои возможности, может быть, 3D-дизайн, 3D-моделирование. Может быть, на сцене... Вы поете? Нет. Ну, просто можно было сейчас, хоп, сразу на сцену, пройдешься, увидел бы. Ну, 3D-дизайн, это же сейчас очень актуально. Мне кажется, получилось бы. Вы сказали, что творческая работа учителя, творческая работа, вы считаете? Конечно. Однозначно. Каждый урок это... Новое творческое. В театре практически, да, конечно. Как сейчас молодежь? Послушная, не послушная? Вот давайте так, это зависит от тенденции молодежи, такая, как она и сейчас. Потому что нам всегда говорили, вот ваши родители были послушными, а вы вот это вот. Молодежь или все-таки учитель, как он умеет привлечь внимание, сконцентрировать? Ну, естественно, зависит от профессионализма учителя. Молодежь сейчас другая. Конечно, у меня не тот возраст, чтобы вот как-то так говорить об этом. Но, тем не менее, сейчас, наверное, недопустимы какие-то авторитарные формы преподавания, когда мы... Больше демократии, да? Да, да. Даже не то, что демократии, нужно уметь договариваться. Однозначно. Вот, можно? Ну, да. Мне прям вот интересный сейчас родился вопрос. Информатика. Просто я, когда заканчивал 11 класс, то есть компьютеры, это было, ну, вау, прикольно. Вау, и бег. А сейчас у людей компьютеры везде, понежненько что. Чего учат? Да, ты это хочешь? Да, то есть это же сложнее, наверное, да? Ну, то есть они умеют многое. Однозначно, однозначно. И, естественно, возникали такие ситуации, когда ученик спрашивает, «Алья Исмаиловна, вот я вот это, вот это узнала», и ты понимаешь, что ты вообще не соображаешь, о чём говорит. Не знаю, что учащий. Да, да, да. Такие ситуации тоже бывают. И мой предмет, он намного быстрее, может быть, в какой-то степени развивается, чем, может быть, другие предметы. Та же математика, она фундаментальна. И здесь нужно уметь, конечно, варьировать и каждый вечер не сидеть просто, подсчитывая книжечку, а просматривать последние новости информационных технологий. То есть вы это делаете? Конечно. А скажите, вот вы начали говорить о том, что надо уметь договариваться. Ваш первый урок, вы идёте туда, вы учитель. Помните? Помню. Как это было? Ну, когда я начинала свою педагогическую деятельность, у нас вообще была малокомплектная школа, и так получилось, что я преподавала информатику с 5 по 11 класс, во всех классах. И первый мой день был очень тяжёлый для меня тем, что у меня как раз-таки в один день были все классы. Но, тем не менее, любой, вот мне не даст, наверное, соврать наше педагогическое сообщество, учитель информатики, что первый урок, он всегда начинается с техники безопасности в кабинете информатики. Я помню, что я шла, и я постоянно прокручивала про себя правила поведения в кабинете информатики. Потому что, ну, иначе никак. Но, тем не менее, спасибо нужно сказать тем детям, тем ученикам, тем моим уже выпускникам на данный момент, что они встретили у меня очень тепло, и мне было комфортно с ними работать. Ну вот вы сейчас, вы это уже неоднократно отметили, вы молодой педагог, и при этом вы уже заместитель директора по учебно-воспорядной работе. Вот вы когда начали карьеру, вы себе эту цель поставили, её достигли? Или так сложилось? Нет, цель была стать директором. Я прошу прощения, у директора в гимназии номер 18 часов. Нет, нет, конечно, такой цели не было. Вообще, профессия педагога, она как-то не предполагает, что ты особо задумываешься над своим будущим. Ты просто работаешь, ты вкладываешь своих детей, да, ты развиваешься, это постоянное развитие, никак иначе нельзя. И в дальнейшем уже, конечно, как-то заметили, обратили внимание, предложили, но я совершенно не упускаю. Развитие в правильном направлении происходит. Ты про клуб хочешь? Да, просто про молода, Селеза, говорила, я не осведомлён, молодой педагог, что это за клуб, это объединяло. А куда попасть? Зачем он вообще существует? Вы хотите? Интересно даже. Ну, вначале, два года назад, начнём с этого, молодые педагоги города Краснодара отправились на форум «Регион 93». Мы друг друга абсолютно не знали, но у нас появился такой коллектив, очень сплаченный коллектив, сплачённый. И в дальнейшем мы решили, а почему бы и нет, хотелось бы чего-то такого, какого-то такого педагогического объединения, где молодые специалисты просто могут встретиться, собраться, пообщаться и, может быть, помочь друг другу в каких-то вопросах, в которых, ну, может быть, мы постеснялись бы задать этот вопрос директору или более старшему поколению. То есть такое место, где это место поддержки, это единомышленники. А туда можно попасть? Ну, или это такой закрытый клуб? Нет, конечно, конечно. Нет, он открытый клуб. Сейчас на данный момент в клубе около 20 человек. Это активные педагоги города Краснодара, которые, не жалея себя, можно сказать так, готовы тратить своё личное время на общение с педагогами. Мы проводим различные форумы, мы проводим различные мастер-классы. Здесь, нужно сказать, кстати, не кривя душой, спасибо большое нашему начальству, департаменту. Они поддержали, хотя мы такого не ожидали. Для нас предоставляют площадки, где мы можем уже в полную силу провести мастер-классы, молодые для молодых. То есть у нас за эти два года было очень много мероприятий, начиная с форумов, выездных семинаров, заканчивая даже какой-то благотворительностью посещения, например, ветеранов педагогического труда. Или вот недавно мы сотрудничали с Краем Добра, где педагоги нашего клуба проводили уроки для... Здорово. А вот вы помните какого-то учителя из вашего детства и школьных лет, который вот оставил впечатление до сих пор? Я помню всех. Да вы что? Конечно. А вы приходите, вот в день учителя пойдете поздравлять? Ну, как часто получается? К сожалению, к сожалению, очень не часто. Сожалею об этом. Получается передавать какие-то такие приветы через своих родителей. Они даже, наверное, чаще встречаются с моими педагогами, чем я сама. Но я помню каждого, помню уроки. У вас есть возможность сейчас, глядя в камеру, возможно, кто-то из ваших педагогов видит это интервью. Поздравьте. Я хотела бы пожелать, наверное, терпения, сил и профессиональной выдержки. А также детей, которые приносят результаты. Да, мы еще раз говорим вам спасибо за профессию, которую вы брали, за те знания, которые вынесете ученикам. Еще раз с праздником, день учителя. Друзья, это интервью по традиции можно пересмотреть на сайте нашего телеканала kuban24.tv. Далее факты, спорт, факты, погода. Прогноз погоды обязательно. Дальше в этой студии вы узнаете, и мы познакомимся с учителем здоровья. И, наконец-то, выясним, ну кому и зачем нужны китайские конверты для денег. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!